Фестиваль «Знаки» — это, по сути, синтез разных форматов. От языкового клуба до рок-концерта, от состязаний до экстремальных шоу. По подсчетам организаторов, за вечер площадку, перейдя там в глобус, посетили около 12 тысяч человек. Верстать программу знаков начинает с января. Нужно определиться, кто готов не просто приехать, а серьезно представить какое-то увлечение, субкультуру. В итоге на сравнительно небольшом участке местности расположились два с лишним десятка площадок. И на каждой своя программа. Так впервые на фестивале работал филиал «Вселенной Гарри Поттера». Охота показать городу, мир Хогвартса, магию максимально. Чтобы человек не просто подошел к какой-то лавочке, а почувствовал себя на уроке зелеваренья, полетал на метле. Мы вот эти костюмы делаем, чтобы оказаться в другом мире. Как-то почувствовать себя от обыденности от такой отойти. Путешествие в некое зазеркалье. Сказку, кино, компьютерную игру, серию анимационных фильмов, организующая начало многих современных субкультур. Их представители не столько делают площадки фестиваля, сколько создают его атмосферу. Для откровенно одетых юных красавиц и суровых мужчин с автоматами, жертв зомби-апокалипсиса, ангелов и демонов всех мастей, знаки это в первую очередь променад. Причем длящийся. После окончания фестиваля они еще несколько суток разыскивают фотографии с собой в соцсетях. Примета этого года к костюмам и реквизиту некоторые добавили при одетых питомцев. Кроме того, классифицировать участников этого карнавала становится все труднее. Можно было бы сказать, что ушли готы, ушли эмма, но это очень банально. На самом деле последние фестивали мы наблюдаем такую картину, что как в искусстве, как например в кино, в театре, уже нет каких-то четких границ жанра. Они здесь тоже немножко размылись. Здесь субкультуры, они, понимаете, вот эта вот костюмированная направленность, она кочует из одной в другую. Я обратил внимание, какое большое количество замечательных, красивых молодых девушек здесь. Я подумал, что было бы мне 15, но слава богу, что мне уже не 15. И много замечательных конкурсов я здесь видел. Очень бы хотел научиться танцевать нижний брейк-данс. Главная задача фестиваля – воспитание толерантности. Участники могут представить свои ценности, предложить сразиться на мечах, пострелять из лука, пройтись по канату, прочитать рэп, сойтись в танцевальном поединке. Конечно, организаторы следят за тем, чтобы свобода самовыражения не противоречила российским законам. А также пекутся о психике юных посетителей знаков, не пропуская, например, подвешивания за кожу. Но вот поднять себя за волосы или полежать на гвоздях можно было. Чтобы, допустим, встать на те же гвозди, нужно не просто взять и встать на них, нужно набраться смелости, нужно найти в себе силы, спокойствие и просто встать и вообще постоять на них. Точно так же, чтобы по стеклам походить, нужно просто расслабиться, понять, что ты это сможешь, ну и сделать то, что ты именно, если этого ты хочешь. Доступный или экстремальный спорт и различные формы творческого самовыражения также становятся почвой для появления неформальных сообществ. которые при этом открыты и к восприятию других ценностей. В итоге под музыку заслуженных новосибирских рокеров на знаках танцевали сказочные персонажи из японских мультсериалов «Мир», «Дружба», групповое селфи. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция «Мир».